Окно номер два. Именно здесь идет выплата компенсации пострадавшему от наводнения. Люди еще не до конца оправились от стресса. Говорить о произошедшем и происходящем сейчас не хотят. По 10 тысяч рублей получает каждый житель Сочи, попавший в зону потопления. 50 тысяч выдается при условии частичной утраты имущества, 100 тысяч рублей, если восстановить имущество невозможно. Деньги поступают на специально открытые счета. По словам сотрудников банка, процедура получения денег несложная. С выплатами мы начали работать еще с выходных. Первые клиенты по открытию счетов к нам начали приходить в воскресенье. Изначально происходит зачисление на счета, после чего они получают уже в отделении банка наличными. 336 человек уже получили выплаты разных размеров. Работа по сбору информации о пострадавших продолжается. Сергей Мореев, житель Мирного, пришел оформлять документы по поводу затопленного дома и машины. Компенсацию получать только собирается, а вот вакцинацию уже проходит. Прививка от гепатита А плюс напиток бактериофаг для профилактики кишечных инфекций. Это первая прививка к вакцинации. А также я пил еще физраствор от дезинтерии, от кишечных заболеваний. Для профилактики все это пью. Уже второй раз выпил, завтра третий раз. Вакцинацию проходят все, кто оказался в зоне потопления. И с Сергеем, и с другими обратившимися за помощью работают сотрудники поликлиники номер 5. Медики различных учреждений сменяют друг друга. Для того, чтобы сделать это быстро, организованно, мы создали 28 прививочных бригад. Таким образом расставили их, чтобы максимально сделать удобным для народа. Прививочные бригады работают и в поликлиниках, и в штабах, и в пунктах временного размещения пострадавших от наводнения. По данным Управления здравоохранения, в профилактике нуждаются 2750 человек, включая детей. Вакцинацию прошли более 90% человек, побывавших в зоне потопления. Завершить эту процедуру планируется сегодня.